всем привет господа как и обещал снимаю ролик о рентабельности производства кресел качалок в данном случае вот кресло качалочку отдых с простой планочкой под ноги цена его пять пятьсот давайте считать затрата на него материал 40 килограмм 25 на каркас остальное на оплетку материал значит который на оплетку там очень много отходов поэтому такой вес палка колется на три-четыре части с нее снимается в работу только глянец при помощи станков остальное все идет в отход значит принимаю материал 40 килограмм 18 рублей где-то по 20 вот принимаю значит биток 720 рублей если ехать самому надо первое надо очень хорошую машину потому что на обычной моноприводной машине мы никуда не проедете материал весь растет вдоль река озер болот то есть таких местах где на обычной пузотерки вы просто сядете и вам там видеть не заготовка будете тянуть из болота этого бегемота вот машина надо хорошие подготовленные на хорошей резине что везде проехать это раз во вторых второе что тащит за собой заготавливаешь как обычно водоохранных зонах сейчас въезд на нее карается штрафом до 7000 рублей вот хорошо если пролезет нормально а так можете нарваться на лесника того же он вам выпишет просто-напросто штраф за въезд и за заготовку прута 3 600 7000 где-то выходит въезд движение водоохранных зонах вот водоохранные зоны везде вы не думайте там любой деревне там карты есть открываете очень везде вот отсюда у нас владимирская область рязанская нижедородская все везде сплошняк не скотину нельзя пасти не живицу заготовить не шиповник собирать даже на лодочке ловить рыбу нельзя хорошо просто лояльно относится к нам закрывает на это глаза везде заказники везде никогда в жизни этого не было после скот а сейчас что-то что-то невероятное нас даже не спросили оказались мы просто скопали столбы и все водоохранные зоны стал дальше едем саморезы 260 штук плюс гвозди 100 рублей газ электричество по минимуму по 75 рублей в кресло качалку 150 рублей пилки скобы макитская пилка стоит где-то 145 рублей но ее там намного хватит плюс скобки плюс вербушки волнуется постоянно давайте включим стоимость 100 рублей лак-клей значит лак для покраски клей вот эта вся лычка так называемый клеится на клей пва столер довольно таки дорогой клей хорошего трудно найти сейчас есть какой-то бодяжный пошел мы очень на лак и клей давайте еще 150 рублей вот далее каркас собрали его надо обязательно просушить или надо делать какое-то помещение вам будет с обогревателем потому что сохнет он долго и энергии много уходит еще сотка сюда ушла далее значит выходит у нас значит считаем тысячи триста двадцать рублей вышло дальше налог с нее налог помимо расчетно-кассового аппарата там я его не включая стоимость сюда значит налог берется с полной стоимости кресло качалки стоит она пять тысяч будь добр заплатить пять тысяч рублей все какие-то ваши потуги типа я там вложил что-то туда там там вас просто не слушает вы получили прибыль с этой прибыли будьте добры заплатить государству все 650 рублей вот итог значит затрат на нее туда не включил еще как бы в пенсионный фонд взнос ладно все и того значит то итог у нас вложение не ушло 1970 рублей того наша прибыль составила с этого кресла качалки 3300 рублей достаточно хорошая прибыль я считаю вот в неделю вы будете делать если у вас есть танки все желание главное дело если у вас есть если есть желание желание самое это главное в работе вы три штуки может быть сделаете даже по первому ну может может и не сделайте в принципе в месяц выходит у нас месяц выходит ну-ка где мой священный талу 36 360 в месяц представляете такие деньги для нашего региона это вообще это богатство это богатство тут у нас на заводах платят там 20-25 тысяч рабочий там фигачит 12 часов смену ну и тут конечно вы будете 12 14 фигачить там не расслабишься ничего далее далее чего вам рассказать какие подводные камни значит сюда не включен инструмент инструмент весь очень дорогой но тоже пневматический электроинструмент сами должны представлять сколько он стоит вот далее сюда не включены когда вы начнете их выпускать конечно там возьмете рабочий кстати рабочий давайте отдельно кресло качалку сделать я плачу значит за каркас 1200 рублей рабочим 1200 плачу за плетку 2400 сразу улетает у нас значит на изготовление плюс этот рабочий заготавливает материал на нее я ему опять же плачу денежку 16 рублей а помаленьку подешевле принимает потому что у рабочих слайд потому что как бы мне я их везу сам на заготовку машине там тоже трачусь на это вот там выходит ну средства качалки прибыли если вам рабочий делает ну дай бог там ну тысячи может быть выходит ну по идее тоже неплохие деньги я ничего не говорю вот рабочие у меня чисто русские я там не имею против ничего других национальности русские наши рабочие как он то у него там дела какие-то то еще там что-то там забухал в похмелье пришел если хорошо два-три дня выходит а так все там проблемы какие-то вечно нерешимые вот насчет рабочих чего у нас что еще то в принципе все так вот как бы чистыми если самому делать ее все упираться там выходит 3000 чистоганом плюс вы там вкладываетесь в те же станки тот же инструмент автомобиль надо хороший вам будет на заготовке вот как то так пробуйте занимайтесь ниши это как бы занято но не полностью потому что дело очень хлопотное тянет за собой много проблем кто-то может хочет со мной поспорить спорить я ни с кем не собираюсь я уже вышел из этого возраста когда спорят мне 50 лет нафиг я тут спорить с вами буду я просто своего точку зрения высказал никому не не хочу там говорить не надо там вам ребята ради бога попробуйте чё попить ты не пить как так что вот так как все всем удачи всех благ здоровья всего чо